Психологическая уравновешенность В повседневной жизни каждый человек испытывает различные чувства. Интерес и радость, одиночество и любовь, печаль и стыд, удивление и гнев, тревогу и скуку, презрение и тоску, отвращение и раздражение, возбуждение и страх, вину и враждебность. Эти переживания, возникающие у человека под влиянием общего состояния организма и удовлетворения его потребностей, называют эмоциями. Совокупность всех эмоций человека образует его эмоциональную жизнь и определяет его индивидуальное качество – эмоциональность. Эмоциональность – это способность человека по-разному переживать различные жизненные обстоятельства и реагировать на них. Поведение человека в различных жизненных ситуациях в значительной мере зависит от его эмоциональности. Люди по-разному переживают и выражают свои эмоции. Два человека в одинаковой ситуации могут вести себя совершенно по-разному. Часть этих различий обусловлена наследственными особенностями человека, а часть приобретается им в процессе жизнедеятельности. Поэтому обучение играет важную роль в формировании у каждого человека психологической уравновешенности. Психологическая уравновешенность – это способность человека управлять своими поступками и поведением под воздействием различных по силе и качеству эмоций, адекватно, соответствующим образом реагировать на различные жизненные обстоятельства, уметь находить друзей и единомышленников, жить в согласии с собой и окружающими. Вы уже познакомились с опасными и чрезвычайными ситуациями природного характера, с мероприятиями, проводимыми в стране по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций, с рекомендациями специалистов по правилам безопасного поведения в различных ситуациях. Заметим, что кроме знания этих правил, каждый человек для обеспечения личной безопасности должен обладать определенными духовными и физическими качествами, постоянно совершенствовать свой стиль поведения в повседневной жизни и в различных экстремальных ситуациях, что обеспечит ему здоровье и благополучие, и формировать свою систему здорового образа жизни. Одним из важных направлений в этой работе и является воспитание психологической уравновешенности. Начать воспитывать ее очень важно, когда интенсивно формируется самосознание, способность к анализу окружающих явлений, растет интерес к отвлеченным проблемам. Вместе с тем в психической сфере нередко выявляются признаки эмоциональной, психологической неустойчивости, колебания настроения без видимых причин, сочетание повышенной чувствительности, ранимости и подчеркнутой развязанности и самоуверенности. Обнаруживаются склонности к фантазированию, вымыслам, повышается интерес к своей внешности. Появляется желание освободиться от опеки взрослых. Тяга в любой ситуации поступать по-своему. Нередки случаи, когда человек на глазах окружающих стремится совершить отчаянные или безрассудно смелые поступки, чтобы доказать силу воли и храбрость. Результаты таких поступков зачастую кончаются трагически. Основной особенностью подросткового возраста является противоречие между духовным и физическим здоровьем, стремление стать более взрослым, не сообразуясь со своими физиологическими и физическими возможностями. Вот поэтому так важно познакомиться с основными направлениями выработки психологической уравновешенности. Остановимся на некоторых общих направлениях обеспечения психологической уравновешенности в вашем возрасте. Одно из них – побороть в себе робость и воспитать уверенность. Уверенность – это такой тип поведения, когда человек может четко и доходчиво выражать свои чувства и желания, когда он знает, чего он хочет, имеет собственное мнение. Вместе с тем понятие «уверенность» нельзя путать с понятием «самоуверенность». Самоуверенность – это необоснованно высокая оценка своих возможностей, не имеющая под собой реальной почвы. Уверенность воспитывается с учетом реальных возможностей человека и правильной их оценки. Это достигается познанием окружающего мира, определением своего положения в нем, отношения к какому-то конкретному человеку, вещи, области знаний, умением жить в согласии с самим собой, с родными, с верстниками и другими людьми. Уверенность воспитывается в процессе повседневной жизнедеятельности и достигается умением преодолевать различные трудности. Для этого необходимо ежедневно мобилизовать себя на выполнение своей основной обязанности – обучения. Необходимо постоянно выполнять домашнее задание и хорошо усваивать учебный материал в школе, тогда у вас появится уверенность в своих силах и возможностях. Если вы занимаетесь спортом и достигаете каких-то успехов, уверенность в себе растет. Если дома вы помогаете родителям, у вас появляется опыт выполнения определенных работ – на дачном участке, при ремонте квартиры или при повседневных домашних делах. Это тоже увеличивает чувство уверенности в себе, чувство востребованности. Когда в глазах окружающих вы считаетесь хорошим учеником, хорошим спортсменом, хорошим помощником, это повышает вашу значимость в собственных глазах и добавляет уверенности в себе. Авторитет человека и уверенность в себе в любом возрасте должны утверждаться на почве полезной деятельности для себя и окружающих. Проблема воспитания уверенности в себе возникает у каждого человека и требует от него постоянной тренировки. Неуверенность появляется в том случае, если человек живет не в ладах самим собой. Индивидуальность каждого человека складывается из множества составляющих – возраста, пола, национальности, религиозных убеждений, способностей, увлечений и взаимоотношений с другими. Все эти факторы определяют целостность личности. Если у вас вызывают неудовольствия какие-то черты вашей личности, необходимо убедить себя в том, что вы то, что вы есть, и надо научиться чувствовать себя комфортно в этом качестве. Уважайте свои качества, которые изменить нельзя. Для создания условий психологической уравновешенности требуется также постоянная работа по самосовершенствованию, развитию своих умственных способностей, приобретению знаний и умений для полезной деятельности. Необходимо физическое совершенствование, повышение своих физических возможностей. Надо строить свою жизнь так, чтобы в ней не было пустого места. Когда не знаешь, чем заняться. Для этого необходимо ежедневно ставить себе посильные задачи и добиваться их выполнения. Вот пример возможной программы самосовершенствования на день. Первое. Я буду заниматься только теми делами, которые я определил для себя на сегодня. Не буду пытаться решить все свои проблемы сразу. То, что наметил, сделаю до конца, чтобы больше к этим проблемам не возвращаться. Второе. Сегодня я обязательно сделаю два дела, которые мне делать не хочется. Итак, каждый день я буду заставлять себя делать хотя бы по два нужных дела, которые мне не хочется делать. Я их сделаю для упражнения силы воли. Третье. На каждый день я составлю программу поведения и буду стремиться ее выполнить до конца. Четвертое. При ее выполнении я буду бороться со спешкой и нерешительностью, учиться одерживать победу над собой и на этой основе вырабатывать уважение к себе, к своему мнению. Сформировав в себе чувство уверенности в реальной оценке своих возможностей и поступков, легче найти пути воспитания психологической уравновешенности. Для приобретения психологической устойчивости немаловажное значение имеет и умение приобретать себе друзей. Когда вы были маленькими, завести друзей не составляло большого труда. Многие друзья живут по соседству, с ними вас объединяли общие игры. Теперь поддерживать дружбу стало сложнее. Дружба требует преданности, доверия, общих интересов и ценностей. Если у вас нет друзей, повнимательнее взгляните на себя. Что в вас хорошего? Если ничего, то предстоит серьезная работа над собой, прежде чем это хорошее найдут в вас другие. Для того, чтобы иметь друзей, надо прежде всего самому научиться быть другом, научиться говорить не только о своих интересах, но и об интересах других, быть хорошим слушателем. Для воспитания психологической уравновешенности немаловажное значение имеет умение строить взаимоотношения не только со сверстниками, но и с родителями, старшими и вообще с окружающими вас людьми. Для этого надо учиться анализировать свои поступки, определять, как к вашему поведению относятся окружающие. Строя взаимоотношения с окружающими людьми, надо начинать с оценки их положительных сторон, перестав думать о собственных достижениях и желаниях, подчеркивая их значительность. Итак, психологическая уравновешенность – это способность человека управлять своими поступками и поведением под воздействием различных по силе и качеству эмоций, адекватно соответствующим образом реагировать на различные жизненные обстоятельства, уметь находить друзей и единомышленников, жить в согласии с собой и окружающими. Для обеспечения психологической уравновешенности необходимо прежде всего побороть в себе робость и воспитать уверенность. Для создания условий психологической уравновешенности требуется также постоянная работа по самосовершенствованию, развитию своих умственных способностей, знаний и умений для полезной деятельности, физическое совершенствование. Также немаловажное значение в воспитании психологической устойчивости имеют умение приобретать себе друзей и умение строить взаимоотношения с окружающими. Субтитры создавал DimaTorzok